Если отрывать липкую ленту не перпендикулярно поверхности, а под небольшим углом к ней, кажется, что силу отрыва приходится заметно увеличивать. Чтобы это проверить, построим простую установку. Мы будем тянуть ленту за нить, переброшенную через блок, а силу отрыва замерим с помощью датчика силы. Угол между лентой и поверхностью по ходу опыта становится все меньше, а сила при этом растет и растет. Разберемся, почему так получается. Когда мы отрываем ленту, между ней и поверхностью все время вытягиваются и разрываются мостики клеящего материала, и для этого требуется энергия. Будем считать, что при отрыве куска ленты длины L всегда совершается одна и та же работа A. Какое же расстояние прошла точка приложения силы вдоль направления действия этой силы? Этот катет прямоугольного треугольника равен L на косинус альфа. Пройденное расстояние равно L на единица минус косинус альфа. И совершенная работа будет равна произведению силы на это расстояние. Отсюда мы можем найти теоретическую зависимость силы от угла отрыва. График этой зависимости должен выглядеть вот так. И в самом деле, чем меньше угол между лентой и поверхностью, тем большая сила требуется для отрыва ленты. Чтобы сделать экспериментальную проверку, измерим силу отрыва ленты при разных углах. Мы сделали измерение и для углов больших 90 градусов, ведь ленту при отрыве можно тянуть не только вперед, но и назад. Вот наши экспериментальные результаты. Наложим на них теоретическое предсказание. Видно, что простая модель в целом хорошо описывает зависимость силы от угла отрыва, но при малых углах экспериментальные данные все-таки заметно расходятся с теорией, и это расхождение тоже надо объяснить. Посмотрим, что происходит с лентой, когда мы отрываем ее под малым углом к поверхности. Эти две ленты имеют одинаковую длину. Красную мы отделим от поверхности под прямым углом и закрепим на стенде. А теперь подтянем за зеленую ленту через блок. Посмотрите, как сильно она вытянулась по сравнению с красной в конце этого испытания. В нашей модели мы считали ленту нерастяжимой, и расхождение между теорией и экспериментом возникло именно из-за этого упрощения.